Сегодня ужасающая кровавая баня на Вписке, случившаяся в 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, на улице Социалистической, что на Уралмаше, как и ожидалось, стала обрастать информационным жирком, то бишь подробностями и выяснилось, что у киллера Дмитрия Захарова, покончившего с собой, его папка тоже убил себя, а у застреленной киллером 18-летней Полины остался полутора годовалый сынулька-роднулька. Но сначала остановимся на подробностях к, собственно, самой вписочной бойне с учетом показаний бойфренда раненой Виктории, которому она, истекая кровью, посылала голосовые сообщения. Я не помню, какая квартира, я не помню, какой подъезд. Пятый этаж, я теряю сознание, я одна там же творилась, что жила. Напомню фабулу этого ужаса, сотрясшего Екатеринбург и всю округу. В пятницу вечером во Вконтакте в разделе «Вписка» состыковались две компании. Взрослые мужики 30+, Дмитрий, Олег и Антон, и юные барышни. 18-летняя Полина, 17-летняя Вика и 16-летняя Маша, которые типа как бы первый раз решили попробовать сгонять на вписку. Встретились офлайн в ТРЦ «Радуга», потом в шестером на Ладе-Калине уехали на Уралмаш, в Хрущевку на Социалистической 7, в адрес Дмитрия Захарова, где, собственно, и случилась вписка. Школьницы и половозрелые мужики что-то обсуждали, типа даже не бухали, но есть версия, что потребляли амфетамин. И в час 20 ночи случился апофеоз вписки. Хозяин жилища, 34-летний Дмитрий Захаров, взял охотничий карабин «Сайга-20К» и со словами «А теперь давайте поиграем» начал методично отстреливать участников вписки, но читая своих лучших друзей и два знакомых школьниц. В итоге Дмитрий застрелил на повал Олега и Антона и 18-летнюю Полину, тяжело ранил в живот 17-летнюю Вику, после чего убил себя. Уцелеть удалось самой молоденькой вписочнице, чтоб не сказать в песочнице, 16-летней Маше. На нее упало тело Антона, она прикинулась мертвой и потому оказалась живой. Так вот подробности в этот не фильм ужасов привнес бойфренд раненой Вики, назовем его условно Игорь, который учится в колледже физкультуры. Именно ему тихонечко, чтоб не услышал киллер, слали сообщение и раненая в живот Вика, и придавленная трупом Маша. Так вот по словам Игоря, сказанным в интервью порталу Е1, он прибыл на социалистическую 7А первом, еще до полиции в час сорок ночи. Цитирую его по Е1. Дверь была закрыта, на лестничной площадке никого не было, было страшно. Они мне пишут, а я ничего не могу сделать. Полиция приехала в 2.30, потом они ждали специалистов, чтобы взломать дверь. Только в 5 часов утра мы смогли зайти. Конец цитаты. То есть, по его версии, Маша пролежала под трупом около 4 часов, а его герлфренд Вика столько же истекала кровью. Это ужас ужасный. Одно в истории этих отношений удивляет. Вика заявляет, что у нее есть парень. Раньше в наше время говорили «любимый». И она при этом пошла на вписку со взрослыми мужиками. А Игорь, в свою очередь, зная об этом, не отмахнулся от нее среди ночи, не бросил ее, а примчался первым в адрес. Правда, ничем помочь не смог, да потому что ничем помочь и не мог. Непонятно, чего ждали от своей первой вписки девчата. Пришли просто попить на халяву, да поболтать языками вдосталь, что ли. В итоге одна погибла, вторую удалили почку в больнице, третья отскочила испугом. Да таким испугом, какого не пожелаешь никому. После жуткой вписочной трагедии с четырьмя трупами на выходе, выяснилось, что у погибшей, 18-летней Полины, остался полутора годовалый сын, которого она, если посчитать, зачала в 16 лет, от местного пацана, который едва-едва старше ее, и который воспитанием малыша не занимается вообще. Ребенка растили Полина, ее мама и бабушка. Теперь Полины нет. Выяснилось, что она в разгар коронапандемии активно искала работу. Именно в субботу, 7 ноября, должна была впервые выйти на стажировку в школу танцев, где она хотела работать преподавателем. Прошла даже специальные курсы. Но все это было оборвано выстрелом из сайги. Кроме того, выяснились подробности жизни и стрелка Дмитрия Захарова, убившего двух друзей детства и себя. Хотя корреспондент портала Е1 пообщался с жителями дома на Бабушкино, где в детстве жил Дмитрий, и узнал, что рос тот волчонком, трудным подростком, отношения с мамой не ладились, а папка его покончил с собой прямо в квартире. В зрелые годы Дмитрий женился, родилась дочка, но он с семьей не жил, хотя с ребенком виделся регулярно и производил впечатление любящего отца. Официально он нигде не работал, но по факту трудился в коммерческих структурах. Сначала Чоповцем, потом водителем, ездил на белом рейндж-ровере, по данным ГАИ, периодически получая штрафы за скорость и ремень. Были у Дмитрия косяки не только административные, но и уголовные. По данным Е1, в 2004 году 18-летний Дмитрий прилип за хулиганство, но не сел, а в 2008 попался на краже колес с легкового болида. И по решению Октябрьского суда Екатеринбурга получил два года условно, то есть опять-таки не сел. Это все, конечно, не самые приятные моменты в биографии человека, но они логически совершенно не подводят к тому, что человек был готов расстрелять безоружных людей, тем более двух своих лучших друзей. Думается, подробности этой трагедии, одной из самых жестких в наших широтах в текущем тысячелетии, будут еще появляться. Ну а на все вопросы, наверное, ответят силовики в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве, невзирая на гибель обвиняемого.